В Самарской губернской думе продолжается работа над главным финансовым законом. Между первым и вторым чтением в профильных комитетах рассматриваются поправки к областному бюджету 2016 года. На заседании комитета по законодательству под руководством Юрия Шевцова обсудили порядка 20 предложений и поправок, касающихся охраны правопорядка, финансирования силовых ведомств. Депутаты поддержали инициативу о выделении 3 миллионов рублей на оснащение аварийно-спасательных формирований системой ГЛОНАСС, а также о приобретении специальной техники для противопожарной службы. В ряде муниципальных районов необходимо достроить и ввести пожарные депо. Депутаты, которых поддержали правоохранители, выступили за то, чтобы увеличить финансирование народных дружин. Вместо 6 миллионов рублей предлагается выделить 35. В условиях оптимизации штатов полиции это поможет поддерживать правопорядок на улицах городов и сел. Необходимо только проконтролировать, чтобы средства на народные дружины были в полном объеме освоены муниципалитетами. Несомненные депутаты всех уровней, будем просить и наших коллег на местах, и сами депутаты губернской думы, каждый по своему округу проследит и поучаствует в том, чтобы работа дружин была организована. Члены комитета также поддержали предложение изыскать возможность финансирования Дворца правосудия в Новокуйбышевске. Сегодня мировые суды города ведут дела в неприспособленных помещениях. Строительство для них нового здания помогло бы решить проблему. В течение нескольких лет во всех городах и районах области были созданы МФЦ – многофункциональные центры, в которых можно приватизировать дачу, оформить квартиру, землю, а также получить множество других муниципальных, региональных и государственных услуг. Депутаты Самарской губернской думы держат этот процесс на контроле. В Челнвершинском районе, в Кенеле и некоторых других муниципалитетах состоялись выездные мероприятия. И сегодня на заседании круглого стола, подводя итоги реализации на территории области федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, можно с полным правом утверждать, что закон успешно действует. Это самый, на мой взгляд, удачный проект, когда граждане за короткий промежуток времени, без хождения по различным инстанциям и ведомствам, получают те документы, на которые раньше затрачивали времени, например, несколько дней, недель, месяцев, лет, то здесь они могут получить эти самые документы в течение достаточно короткого промежутка времени. Благодаря многофункциональным центрам удалось сократить очереди и снизить коррупционный фактор при приеме документов. А главное – организовать работу по принципу единого окна, когда не нужно ходить по разным инстанциям и кабинетам, а сразу в одном месте оформить все необходимое. Депутаты считают, что работу по принципу единого окна необходимо расширять. Александр Дроботов предложил продумать, как в будущем через МФЦ граждане и предприниматели могли бы оформить присоединение к сетям – газу, электроэнергии и воде. В промышленном комитете Самарской и Берской думы мы впрямую подошли к решению вопроса, пока что только в проектах различных, по созданию единого окна для присоединения к инженерным сетям. Через центры получают комплекс услуг. И важно, чтобы разные структуры и ведомства, задействованные в этом процессе, четко и слаженно взаимодействовали. Использование потенциала новых центров является не только необходимым, но и перспективным. Более того, для улучшения качества оказываемых государственных услуг мы будем предпринимать все возможные меры для того, чтобы как можно больше обеспечить доступность в государственных услуг в сфере миграции для всех обращающихся заявителей и граждан. Завершается процесс создания МФЦ. С 1 января 2016 года на их базе начнут реализовывать принцип экстерриториальности. То есть гражданин сможет сдать и получить документы в любом окне, независимо от места проживания. Большое внимание будет уделяться электронной очереди, оформлению документов, не выходя из дома, а также подготовке кадров для работы в МФЦ. В конце заседания от имени депутатского корпуса Юрий Еременко вручил награды губернской думы тем, кто в сжатые сроки смог успешно выстроить в регионе систему работы МФЦ. Любая страна, тем более такая мощная и крупная, как Россия, должна сама обеспечивать себя основными продуктами питания. В современных экономических и политических условиях важное значение приобретают вопросы продовольственной безопасности. На заседании круглого стола, организованного Комитетом по сельскому хозяйству под председательством Галины Светкиной, обсуждались вопросы импортозамещения в агропромышленном комплексе области. Хотелось бы, чтобы наша промышленность Самарской области возродилась и стала достаточно мощной, чтобы развивалось сельское хозяйство. В каждой семье идет это обсуждение, потому что очень важно, чем кормить детей, какие продукты должны мы приобретать, что мы можем поставить, предложить с каждой семьей, вместо того, что на сегодня запрещено различными санкциями. В текущем году на поддержку областного агропрома из разных источников получено более 6 миллиардов рублей. Субсидирование не только крупных хозяйств, но и ферм, личных подворьев, привело к тому, что выросло производство мяса, увеличилось поголовье коров. Уровень рентабельности в сельском хозяйстве составляет 35%. Думаю, что те критерии, которые были определены еще и показатели, которые были определены 5 лет назад, в общем-то, по многим направлениям уже достигнуты, в том числе и по овощам, и по мясу птицы близкие, такие работы ведется хорошие. Наиболее трудно продвигается, конечно же, молочное животноводство. Здесь у нас задачи огромные, большие, и решать их нужно совместно. Конечно, и министерство, в общем-то, здесь занимает правильную позицию. И увеличение объемов этой продукции должно быть реализовано не только по тем товарным позициям, по которым мы продовольственную безопасность не обеспечиваем, но и вообще по всем направлениям для того, чтобы развивать экспортный потенциал нашего с вами агропромышленного комплекса. В области возрождается, пришедшая в упадок в 90-е, плодово-ягодная отрасль. Растет производство яблок, смородины, земляники. Есть проблемы со сбытом продукции. Крупные торговые сети неохотно пускают к себе местных производителей. Руководители хозяйств предприятий переработки говорили о проблемах, которые мешают нарастить темпы производства. В первую очередь, это сложности с получением кредитов, высокие проценты, под которые они выдаются. Остр стоит кадровый вопрос. Есть проблемы с привлечением инвесторов. Переработчики просили поддерживать не только новые проекты, но и уже действующие. Министерство экономического развития сегодня должен взять в список всех, кто в агропромышленном комплексе сегодня работает, и к ним идти, что у вас есть, как вам помочь, как развить. Это будет правильная позиция. Наше предприятие работает, развивается, но мы вынуждены искать инвесторов сами, бегать по банкам, продвигать свои проекты развития, и Министерство развития экономическое нам, к сожалению, не помогает. Может быть, вы посмотрите все-таки на те проекты, которые уже работают, и им будете помогать. Именно мясо птицы, как наиболее доступный продукт, является социально значимым. В связи с этим депутатами нашего комитета подготовлены поправки к проекту областного бюджета с целью сохранения и поддержки отрасли птицеводства в объеме не менее 70 миллионов рублей. Было отмечено, на федеральном уровне в новом году будут поддерживать ряд новых направлений, в том числе племенное животноводство, выращивание картофеля и овощей. Необходимо и на региональном уровне обратить на это внимание. Губернская дума совместно с Минсельхозом в тесном взаимодействии с аграриями продолжит и дальше политику по наращиванию производства собственной сельхозпродукции, направленную на импортозамещение. На заседании общественной комиссии предпредседателя Губернской думы по работе с общественными организациями ветеранов и инвалидов обсуждаются самые актуальные вопросы. На последнем заседании шла речь о деятельности Главного бюро медико-социальной экспертизы, о проблемах граждан, получивших инвалидность. Самый острый вопрос – это обеспечение людей с ограниченными возможностями специальными техническими средствами. В текущем году из федерального центра было выделено более 700 миллионов рублей, однако этого недостаточно. До сих пор сохраняется очередь на получение отдельных средств реабилитации. По заверениям специалистов, в будущем, в 2016 году, ситуация должна улучшиться. Давайте проанализируем вместе с Министерством социального развития, социальной защиты, посмотрим, какая обеспеченность, потому что у нас может быть по каким-то видам техническим средствам реабилитации где-то могут быть под 100% реализуются, а по каким-то могут быть 70-50%. То есть давайте мы проанализируем реально, посмотрим, что за какая ситуация, и подготовим обращение от имени Самарской губернской думы на имя председателя правительства. Вот с этим анализом, так и с просьбой, чтобы они обратили внимание, скажем, и выделили необходимую сумму средств для того, чтобы нам эти вопросы закрыть. Инвалиды-колясочники поставили вопрос о сложной процедуре выдачи спецсредств. Случается, что коляски дают не по размеру. У меня три человека уже три года не могут поменять коляску. Им выдали неправильный размер, они не могут влезть в эту коляску. У них размер был написан 40-й, им выдает 37-й. Неужели это трудно проследить? Председатель думы Виктор Сазонов остро отреагировал и предложил организовать личную встречу руководителей соцзащиты и организации инвалидов. Рекомендовано заключить соглашение между некоммерческими организациями инвалидов и профильным министерством. Создать при бюро медико-социальной экспертизы общественный совет, чтобы совместно решать проблемные вопросы. Мы ведь затрачиваем деньги-то. Деньги на эту же коляску затрачиваем. Но почему мы не можем разобраться, какого размера должна быть коляска? И почему никто за это не несет ответственность? Ну это же безобразие. Ну давайте попробуем вот сейчас нам нормальным людям, да, вместо 40-го размера дадут обувь 30-го. И чего мы будем делать? Мы как будем реагировать на это? Это то же самое в принципе. Надо наводить порядок. На заседании комиссии подвели итоги мониторинга законодательства в части обеспечения прав и гарантий маломобильных граждан. Речь шла и о том, что до сих пор не все государственные и муниципальные учреждения оборудованы пандусами и съездами. Чтобы определить, насколько приспособлены новые жилые дома для передвижения людей с ограниченными возможностями, члены комиссии предложили включить представителей инвалидов в состав комиссии по приемке домов. Редактор субтитров А.Семкин